Добрый день! В эфире Вести Ульяновск. В студии Елена Красильникова. Смотрите в этом выпуске новостей. Развитие производства продолжится. Губернатор региона сделал акценты в инвестиционном послании на 2015 год. Школьникам обновят курс краеведения. Историю родного края будут преподавать по новому учебнику. Рукотворные чайные домики и шкатулки. Юных ульяновцев научили мастерить оригинальные подарки. Губернатор Сергей Морозов встретился с жителем Вишкаминского района. Прошла встреча в дружеской атмосфере. Вариант взаимопонимания. Я считаю, что очень глубоко символично, когда мы отмечаем день рождения Сибирско-Ульяновского региона. Когда мы готовимся к юбилею Вашего района, нам сегодня постричаться. И в такой степени я бы хотел, чисто символично, дать старт новой системе общения губернатора с руководителями районов, с представителями от населения районов. Обсудили на встречу программу дальнейшего развития Вишкаминского района. Подготовлен проект программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вишкаминский район». В эту программу вошел подробный анализ деятельности нашего муниципального образования за последние пять лет. Поставлены цели и задачи. Основные направления определены. В число основных задач вошло несколько направлений. Социальное развитие, развитие сельского хозяйства и промышленности, строительство жилого фонда, а также повышение уровня жизни населения. Планируется, что подобные встречи губернатора с представителями муниципальных образований станут регулярными. Мы не отвернемся от Европы и Америки, но обратим внимание на Азию. Планы по дальнейшему привлечению инвестиций озвучил глава региона в рамках посланий на 2015 год. Большому заседанию предшествовал осмотр инвестплощадок. Компания «ФМ Ложистик» из 20 арендованных гектаров застроила уже семь. Складские помещения возводятся под заказчика. Это для хранения шоколада и кормов для животных. В будущем в промзоне за Волжей планируется построить еще семь таких корпусов. Собираетесь как-то приостанавливать, не приостанавливать, вот с учетом сегодняшней экономической ситуации? Ну, нет. Мы, наоборот, хотим эту экономическую ситуацию использовать для того, чтобы выйти еще более мощной компанией из этого. Потому что как раз это период, когда, как мне кажется, наиболее благоприятные инвестиции в Россию. Два миллиарда рублей вложили в строительство завода «Нема Круз» – производителя автокомпонентов. Сейчас строительство идет полным ходом. Всего на развитие портовой особой экономической зоны в прошлом году область направила один миллиард рублей. Аналогичную сумму средств мы получим в ближайший месяц-полтора. Это даст возможность завершить создание инфраструктуры первого пускового комплекса и приступить к проектным работам в отношении второго пускового комплекса, а также начать строительство по трем направлениям. Таможенной инфраструктуры, ангарного комплекса для сдачи площадей в аренду и индустриального парка для размещения предприятий промышленной сборки. Кадровые потенциалы развития инженерной и транспортной инфраструктуры промзоны – одни из важнейших ориентиров для работы в этом году. В своем инвестиционном послании глава региона обратил внимание на вопрос подготовки квалифицированных работников. В этом же зале Сергей Морозов подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве между руководителями вузов и СУЗов и компанией «Бридж-Стоун». Работа предстоит немалая. Сегодня производству нужен универсальный инженер, уверены специалисты. Требуется серьезная и профориентация, и серьезная переработка и образовательных программ, по которым можно подготовить такого инженера. В рамках подписанного соглашения студенты будут посещать завод «Бридж-Стоун», начиная с экскурсий и заканчивая производственной практикой. Также мы хотим проводить регулярные встречи для студентов учебных заведений, для того, чтобы рассказывать о деятельности нашего завода, о том, какие люди нам нужны, чтобы студенты понимали, на что им сделать упор. Завод «Бридж-Стоун» – еще один резидент портовой экономической зоны. С 2016 года он уже начнет выпускать продукцию. К началу производства компании потребуется нанять 600 человек, и на этом потребность в технических специалистах в регионе не будет исчерпана. Инвесторы знают это, как и руководители вузов, поэтому намерены как можно быстрее включиться в совместную работу. Анна Панова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Специалисты областного министерства сельского хозяйства провели мониторинг цен на продукты в ульяновских магазинах. Объектом пристального внимания стали крупные торговые сети. Как показала проверка, на прилавках есть основные продукты. Это овощи, молочка, мясная продукция. Перебоев с поставками нет. Комиссия интересовалась также ценами на особо значимые продукты. Среди них – сахар. Ну, а вот так, наверное, вы причину, вот не знаете, песок там стоил 47 рублей, сейчас 53 рубля, вот это. Песок, ну, ну, как бы магазин ценообразования не занимается, понимаете, да? То есть это есть коммерческий торговый отдел в Самаре, который договора заключает. Мы это чисто продаем, мы розницы. Ну, как бы мы выходим с предложением, вот у нас есть, как бы, мониторинг мы делаем в ближайших магазинах. Если у нас намного цена отличается, то мы, значит, раз в неделю отправляем информацию. То есть конкуренцию соблюдается. То есть все равно эта цена, как бы, уравнивается. По словам директора, в декабре отмечался рост цен, но затем началось снижение. В частности, гречка подешевела – 70 рублей до 59. В магазинах также действуют различные акции. У покупателей есть возможность купить товары по сниженной стоимости. Прокуратура Ленинского района проводит проверку по факту падения трехлетнего ребенка в дренажный колодец. Установлено, что мальчик в сопровождении с бабушкой направлялся на маршрутную остановку. Отойдя в сторону, он упал в один из четырех открытых колодцев глубиной в 5 метров. В связи с произошедшим прокуратура Ленинского района города Ульяновска проверяет деятельность должностных лиц УАО КПД-2, занимающегося возведением многоквартирных домов в данном микрорайоне, а также контролирующих органов в части соблюдения коммерческой структуры требований законодательства при проведении строительных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Детективной историей едва не обернулась покупка автобуса. Реклама литинговой компании, которая обещала авто без проблем, добавила ульяновцу Назиму Султанову именно проблем. В непростой ситуации разбирался наш корреспондент. Назим Султанов показывает, как готовился к покупке нового авто. В лизинговой компании, куда он обратился, заверили, проблем с покупкой не будет. Заплатив 350 тысяч, половину из которых пришлось взять в кредит, мужчина ждал. Тем временем передавать автобус в компании не спешили. Менеджер Тамара объясняла задержку проволочками в автосалоне и отсутствием паспорта на автомобиль. Внести ясности не смогли и дилеры. У меня звонок приходит, Назиму, как 5С нету, 5С готово. У нас есть. У тебя проблемы с лизингом. Как оказалось, на тот момент салон и вовсе объявил банкротство, но лизинговая компания успела перечислить ему необходимые средства. В отчаянии мужчина попытался найти руководителя фирмы. Директор Марат. Тамара исчезает и моя трубка не бьет. Она, да, сегодняшний день. Застать Тамару удалось в офисе компании. При виде телекамер девушка попыталась уйти от разговора, сославшись на службу безопасности, но в итоге сама отвечала на вопросы. Забрать автомобиль он не может по причине того, что сделка не может состояться именно в данном салоне. Мы предлагали перезаключить договор на другой салон, то есть это возможно. Но нет, мы решили сделать возврат. Возврат – это такая небыстрая процедура. И все это согласно процедуре у нас сейчас. В принципе, все документы готовы. Салон не может подписать документы, вот вся разница. Да, но уже они подписали. Вчера я добилась того, что они подписали. Все. Мы подкручили обратно в Москву. По процедуре в течение 10 дней денежные средства будут у него нашел. В этот же день Назим еще раз побывал у автосалона. Мечта об импортном авто, несмотря на обещания рекламы, так и не сбылась. Как рассказал мужчина, автобус он все же купит, но, скорее всего, машина будет поддержанной и, к тому же, отечественного производства. Игорь Котов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. На партах ульяновских старшеклассников появился новый учебник краеведения. Его автор – Татьяна Качкина, заведующая отделом исследования современных проблем регионального неистории культуры. К основному историческому пособию прибавится 17 параграфов о работе всех отраслей региона за последние 10 лет. Я думаю, что здесь достаточно много материала для самостоятельного размышления, для того, чтобы патриотизм формировался не только на основе «я люблю», но и на основе еще «я сострадаю», как-то я внутренне переживаю, болею вместе и стремлюсь, чтобы все это было лучше. Политическое и социальное развитие Ульяновской области, транспортное хозяйство, культура, туризм и спорт – все эти направления представлены в сборнике. И сегодня первые уроки по новому учебнику краеведения провели для тысяч ульяновских школьников. Сегодня областной агитпост за здоровый образ жизни и здоровую и счастливую семью в Ленинском районе. Запланировано около 450 мероприятий. Главным событием стал консилиум в первой гимназии. В нем участвуют родители, педагоги, психологи, члены общественных организаций, врачи и студенты-волонтеры. Вот по итогам автоматизированного мониторинга здоровья, который мы провели в Ленинском районе, только 20% детей признаны абсолютно здоровыми, а 80% нуждаются в медицинской помощи. 12% наших подростков уже прикоснулись к сигарете, это тоже факт. И для того, чтобы решать эти проблемы, проблемы здоровья, проблемы формирования семейных ценностей, мы собрались сегодня таким большим представительством. Одним из новых проектов, представленных на консилиуме, стал социальный театр. Мы берем эту проблему на себя, мы играем роль ВИЧ-инфицированных людей, наркозависимых людей. Наша задача сыграть это все реально, чтобы люди поверили. Потом мы уже раскрываемся, говорим, кто мы есть на самом деле, высказываем свое мнение о своих героях. Мероприятия в рамках Агитпоезда проходят в спортивных манежах, больницах, музеях и библиотеках. Искусство против болезней. Актеры небольшого театра устроили настоящий праздник маленьким пациентам областной детской больницы. Они снова приехали сюда с одним из своих спектаклей. Мария Пугачева посмотрела представление вместе с ребятами и врачами. Декорации, сцена, свет. Все как в настоящем театре. Вот только спектакль актеры небольшого театра дают выездной. Зрители, пациенты детской областной больницы. А человек! Это звучит гордо! В новом году это первое представление для маленьких пациентов. Традиция же тянется с прошлого, 2014-го. Тогда затея показывать ребятам спектакли и концерты нашла отклик у всех. У самих детей, их родителей и даже у врачей. Хоть мы называемся больница, но не хотим, чтобы ассоциировалось наше заведение у детей только со словом «боль». Поэтому это не просто развлечение для наших детей, а это один из этапов к выздоровлению. Впрочем, и в повседневной жизни ребятам, которые проходят здесь длительное лечение, скучать не приходится. Процедуры процедурами, но учебу тоже запускать нельзя. Для пациентов постарше здесь проводят уроки и даже задают задания. И, конечно, для всех работают игровые комнаты. Здесь любой ребенок найдет себе развлечение по душе. Если желание, то мы, исходя из того, что доступно ребенку, мы уже подбираем что-то посложнее, что-то попроще. Но только если вот это все на желании и любви к этому. А все это вместе – спектакли, концерты, праздники и занятия. Неплохой толчок в сторону выздоровления, говорят медицинские работники. Проверили, знаем. Мария Пугачева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Год литературы наступил и в театре в продолжении этого сезона. И в следующем на ульяновской сцене будут идти спектакли, в основе которых произведения русских писателей. Причем выпуск таких постановок начался даже раньше. В преддверии двухсотлетия знаменитого поэта и прозаика Петра Иршова зрители увидели на сцене сказку «Конек-горбунок». С конца прошлого года этот сезон, он начинает некую программу, которую мы назвали внутри театра «Русские сезоны». Центр этой программы – это литература, созданная на русском языке. И как это классическая литература, так и современная, и литература 20 века. Поэтому сейчас, скажем так, началом этой программы стал выпуск спектакля «Бедная Лиза» по повести Николая Михайловича Карамзина. В ближайшее время театр обратится к творчеству Островского и Оверченко. Ну а в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы на сцене представят спектакли по мотивам произведений военной прозы. Интересные мероприятия в год литературы будут проходить и на малой сцене. Для нее сейчас разрабатывают специальный проект, посвященный поэтам Серебряного века. Сказочные домики, в которых хранится чай. В детском музейном центре в Ульяновске открылась выставка с необычными экспонатами. Юные ульяновцы посещали мастерскую сувениров, где их и научили своими руками делать чайные домики. Самые маленькие участники выставки, им всего по 6 лет, на мастер-классы приходили вместе с мамами. Юные творцы украшали деревянные заготовки, полагаясь на свою фантазию. Они под руководством Потянина Елены Ивановны создают разнообразные работы в технике докупаж, техника вживления, изображение в дерево, роспись и много-многое другое. В итоге получился уникальный, полезный в хозяйстве и эксклюзивный предмет – домик со съемной крышей, откуда легко можно достать пакетик любимого чая. Кроме чайных домиков, в экспозиции представлены шкатулки, декорированные бутылки и даже подставки в виде саней и другие предметы декоративно-прикладного искусства. Посмотреть выставку можно по адресу улицы Льва Толстого, дом 49. Крещенские морозы добрались-таки до нашего региона. Как долго они продержатся, об этом расскажет Марина Заводского. 22 января ночные температуры понизятся до минус 21, минус 26. 23 января морозы усилятся до 25-30 градусов. Дневные температуры в эти дни не превысят минус 17, минус 20 градусов. Это были Вести Ульяновск. До свидания. Сейчас в Ульяновске 12 градусов мороза. Атмосферное давление 763 миллиметров ортутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Субтитры подогнал «Симон»!